коллеги всем привет с вами дмитрий каждан спасибо большое что смотрите мои видео обзоры сегодня у меня пойдет разговор о ножницах от торговой марки i love my hair то для тех кто не знает торговая марка i love my hair еще помимо расчесок и щеток всяких сметок еще и выпускает значит вот такие вот замечательные ножницы значит почему не замечательный потому что это у нас филировочные ножницы серийный номер 45 51 от 20 60 27 это у нас шестерка и 27 зубцов соответственно значит филировочные ножницы из-за японской стали 440 c fordj это что перевод означает кованые значит давайте сейчас я вам покажу как выглядит эта упаковочка вот вот так она собственно выглядит здесь у нас сердечко как вы видите и здесь сердечко красная упаковка все как я люблю и вуаля вот так выглядит наши фирменные ножницы от торговой марки i love my hair на мой взгляд очень круто стильненького сама упаковка очень классная и тем более сами ножнички значит ножницы 27 зубцов как видите они у нас слегка вот такие скошенные они нам подходят как и для тушевки так и для создания текстуры ну очень крутые ножницы мне они очень нравятся конечно цена у них конечно довольно таки не дешевая в районе 12 тысяч рублей но по факту рубят они очень очень круто значит размер шестерки значит это у нас как вы видите пятый класс ножниц форма форма ножницы у нас как видите это у нас уже полу эргономика соответственно даже не это неполу эргономика это больше все таки знаете эргономичная форма до если мы его так проведем ровную линию и мы получим прямую эргономику соответственно это все-таки не полу а эргономичные ножницы так вот значит нагрузка на вашу кисть на ваши плечи естественно снижена поэтому когда покупаете вот такую вот эргономичную модель ваши руки не так сильно будут уставать в работе 27 зубцов, как я говорил, в этой модели представлено, срезают они в процентах сухих волос от 25 до 30 волос. Логотип торговой марки I Love My Hair красуется на самих ножницах с этой стороны, и здесь у нас серийный номер и 5 звезд соответственно. Очень классная модель, я ее тестировал, сразу вам всем говорю, мне очень они понравились. Да, цена вопроса не такая, скажем, демократичная, средняя, скажем, да, то есть 12 тысяч рублей, в районе там 12-400, что-то такое. Но, тем не менее, ножницы достойные, классные для тех, кто уже работал этой моделькой, я думаю, что уже поистину оценили эту модель. Ну, а если у вас есть свой какой-то отзыв по этой модели, напишите в комментариях под этим видео, будет очень интересно послушать. Значит, по поводу винтовой пары, то здесь они с подшипниковой, то здесь уже внутри строен подшипник, а это довольно-таки очень круто, на мой взгляд, поэтому все самое надежное здесь у нас установлено. Значит, по поводу проставочных колец, если они вам не нужны, то вы их спокойно изымаете и работайте без них. На мой взгляд, кольца сами достаточно большие, поэтому если у вас пальцы большие, то вам все пройдет, проникнет, все прям вот хорошо и удобно будет ими работать. Также, если у вас пальцы достаточно тонкие, как вот у меня, к примеру, да, то есть мы устанавливаем обратно наши проставочные кольца, все достаточно просто ставится, вот, и можно работать также с ними. Все, и вы, кстати, знаете, коллеги, вот я всегда застряю в это внимание, когда вы покупаете какие-то ножницы, у многих производителей этих проставочных колец нет, и потом в дальнейшем очень сложно их найти, поэтому вот обращайте на это внимание, когда покупаете себе ножницы, потому что пальцы наши могут как полнеть, так и худеть, поэтому по своим пальцам, я знаю, что у меня пальцы схуднулись слегка, соответственно, мне вот кажется, что если я к примеру, выкинул бы эти проставочные кольца, то потом бы я бы еще фиг бы их где-то бы нашел, поэтому не выкидывайте проставочные кольца, так же, как и упор для мизинца. Я знаю, многие коллеги любят их выкидывать, поэтому мой вам совет, не выкидывайте ни кольца, и не выкидывайте упор для мизинца, а лучше положите в коробку и храните здесь. А так, цель моего видео, опять же, вам показать, как выглядит этот прекрасный инструмент, мне он очень нравится, честно вам скажу, работал какое-то время, тестировал, все очень довольно-таки круто и очень здорово. Значит, по поводу зубцов, как вы видите, здесь вот небольшой вот такой вот есть такая ступенька, что в принципе нам делать скользящие срезы, конечно же, можно ими, но все равно эти ножницы больше предназначены для создания текстуры, для тушевки, будут просто бомбические и очень классные. Поэтому скользящие срезы, конечно, у вас немножечко не будут получаться, потому что, когда вы будете срезать прядь волос, зубья, собственно, не будут давать вам делать именно вот эти скользящие движения. А так, по большей части, для текстуры, для мужских, женских стрижек. Если вы фанатик стрижек в стиле Тони Юнгай, и когда вы любите работать с густыми волосами, и вам нравится большое количество рваной, большое количество текстуры, профилированной, хорошей, то вот эти ножницы как раз-таки вам подойдут. Тем более, что есть еще и 14 зубцов, есть еще и 18, там просто обалденные ножницы, которые вот текстуру делают обалденно. Поэтому, если у вас, опять же, есть свое мнение по поводу этих ножниц, или кто-то из вас уже работал этими ножницами, обязательно напишите мне в комментариях под этим видео. Ну, а на этом, в принципе, все. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на мой канал, посмотреть рекомендованное видео. И с вами был Дмитрий Каждан. До новых встреч! Пока-пока!